Нельзя не отметить, что в данном конфликте, наверное, если есть кто меньше всего заинтересован, конечно, это сами участники конфликта и Российская Федерация. Нужно понимать, что для России конфликт на Горном Карабахе — это конфликт между очень близким союзником и очень близким партнером. И, собственно говоря, эта формула о очень многом говорит. Соответственно, действительно возникает вопрос, кто заинтересован. Упоминался фактор Соединенных Штатов Америки. Но, бесспорно, США как глобальная держава, следы и интересы можно находить везде. Но нужно понимать, что сейчас период тем более предвыборный, и разные группы могут играть на своих интересах. И здесь скорее, я согласен с Владимиром Лепехиным, в том, что ситуацию нужно рассматривать в региональном аспекте. Каков же здесь напрашивается вывод? Если мы посмотрим хотя бы на такую вещь, как внешняя реакция официальных лиц тех или иных государств, то мы не увидим ни одну из держав, которая так или иначе положительно отреагировала на эту атаку со стороны Азербайджана, кроме как Турция. Бесспорно, если не ошибаюсь, были подобные заявления на уровне премьер-министра, на уровне министра иностранных дел, которая так фактически поддерживала данный конфликт. Соответственно, напрашиваются определенные выводы. Если мы возьмем фигуру нынешнего премьер-министра Турции, то, конечно, это главный идеолог нео-османизма. И, наверное, именно через эту призму, через призму нео-османизма можно рассматривать те заявления, которые мы видели со стороны Турции. В этом плане действительно, как бы, многие эксперты думали, что в этом отношении Турция будет действовать в привычном для себя регионе, в регионе Сирии, в частности, да, и не будет выходить вот на уровень тех регионов, которые являются все-таки зоной стратегических интересов Российской Федерации. Но как раз здесь мы видим, что выход на Кавказ и попытка показать свою силу, она, очевидно, провоцирует конфликт и, возможно, с огромными катастрофическими последствиями. Потому что, действительно, мы связаны союзническими отношениями с Армением в раках ОДКБ, и для нас конфликт этот просто, его нельзя допустить. Он может взорвать регион. В этом отношении, конечно же, скорее необходима внешняя международная реакция на эти поползновения. Да, и здесь я абсолютно согласен с тем, что необходимы четкие последовательные шаги на то, чтобы не дать разгореться данному конфликту. В этом отношении Михаил Васильевич уже говорил справедливо о очень быстрой реакции Российской Федерации, которая достаточно быстро привела к, конечно, такому вполне ощутимому результату. Ну а дальше предстоит большая системная работа для решения этого замороженного конфликта. В какой-то степени Владимир Лепехович обозначил одни из возможных форм решения. Хотя, на самом деле, ответ, он сразу так вот не возникает на этот вопрос. Он впереди, большая работа, тем более у нас как бы есть уже достаточно большой опыт решения таких конфликтов. Это и Приднестровский конфликт, и долгое время как бы невозрывавшаяся ситуация в Нагорном Карабахе. Поэтому дипломатия все решит, а, конечно, этим вот милитаристским, в том числе и нео-османским амбициям необходимо положить такой жесткий предел.